Не автомобиль, а склад. Эту шестерку, видимо, по назначению не используют давно. Машина не на ходу, дверцы не закрываются, номера вообще нет. Таких подснежников в городе хватает, говорит Олег Бердочников. Несколько лет он занимается перемещением брошенных авто. Говорит, чтобы действовать в рамках закона, нужно для начала все проверить. Ну, видно, что автомашину уже не восстановить. Владелец ей не занимается, бросил. Возможно, она уже снята с учета. Тогда мы клеим предписание с контактными телефонами. И если в течение, ну, как минимум недели никто не позвонит по поводу данной автомашины, мы ее забираем на специализированную стоянку. Желтая наклейка тоже не гарантия успеха. Если хозяин объявится, железный хлам так и останется на месте. Для некоторых это вовсе не мусор, а транспортное средство, которое временно не работает. На эту Волгу, например, жаловались все жители. Но хозяин вспомнил о ней только когда рядом появился эвакуатор. Мы оставили свой контактный телефон, не стали ее эвакуировать. Пришел владелец к нам, обещал, что данное транспортное средство он отсюда уберет, сам ее утилизирует. И вот она не там. Только за последнюю неделю больше сотни заявок. Жители просят убрать автохлам. Самая грязная улица, судя по жалобам, Гагарина. Здесь 16 объектов и далеко не все бесхозные. Здесь, например, номер есть. Значит, есть и хозяин. Забирать такую нельзя. В любом случае, все нарушители рано или поздно окажутся на штрафстоянке. Этот каток в городе самый популярный. Каждый вечер десятки людей. Поэтому обновлять лед приходится часто. Сегодня вот снова залили. Мы прочистили. Потом все еще раз обновили. Постараюсь, чтобы она была ровно, ровно. Лед качественный и чистый. Это вывод инспектора. Такой бы везде, говорит Николай Кочетков. Но пока об этом остается только мечтать. Смех только счистили к бортикам. Мы вчера другом расчистили всю коробку. Всю коробку, да? У спортсменов к уборке этого корта претензий много. Впрочем, у инспекторов тоже. Вроде бы чисто, но нормам не соответствует. А значит, будет штраф, говорит Николай Кочетков. В администрацию города сделаем запрос. Установим, кто обязан убирать данную хоккейную площадку. Это еще один корт на юге Реутова. Адрес Южная, 15. За забором вместо льда снежная каша. И, судя по запаху, общественный туалет. Жители считают, что во всем виновата управляющая компания. Они не приводят порядок. Эта коробка-то. Инспектор берет на заметку. Виновному придется заплатить до 30 тысяч рублей. На севере с катками получше. Вот, например, сквер за ДК «Мир». Вещь полезная. В этом году все снежное, все засыпает. И для здоровья нужное. Обязательно нужное. Да. Чем больше, тем лучше. Победы 15. Здесь каток вообще один из лучших в городе. Дворовые команды даже устраивают на нем хоккейные турниры. Но хорошо бы лед еще раз залить, замечают спортсмены. Инспектор обещает дать рекомендации. А как исполнят поручения, проверят в феврале. В городе будет еще один рейд. Вещи для Донецкой и Луганской республик сегодня собирали в Риотове. Грузовой автомобиль объехал все школы города, куда ученики и их родители уже несколько недель приносили и привозили все, что может пригодиться в школах на юго-востоке Украины. В тетради, ручки, карандаши, какие-то книги, которые дети с помощью родителей собрали для этого гуманитарной помощи. Коробки почти до потолка. Все это специальное оборудование для коррекции зрения. Часть для специальной гимнастики. Она нужна детям с проблемами здоровья. Вот, например, гири или батуты со специальной сеткой. Есть и техника. Мониторы со встроенным уже процессором. Значит, это интерактивная доска, которая у нас, в общем-то, имеется. И вот такие комплекты, где дети будут сидеть перед монитором и в наушниках получать индивидуальные задания и работать с сестрой ортоптистской с индивидуальными занятиями. В школе ученики с нарушениями зрения. Сейчас их всего 11. Проводят только часть времени. До обеда у них уроки. После – лечение. Как раз медицинского оборудования пока и не хватает, объясняет директор школы. Оно, в общем-то, требует дополнительной установки, наладки. И сейчас помещение готовится для того, чтобы установить это оборудование. Помещение, где разместят медтехнику, в здании по соседству. Это детский сад. Занимаются дети с проблемным зрением. Поэтому кабинеты будут общими. Здесь будет кабинет охраны зрения. Помещение просторное, большое. И здесь будут все аппараты, которые приобретены школой номер 4. И здесь будут лечиться дети школы номер 4. Возможно, и дети всего города. Деньги на ремонт этих помещений выделили из местной казны. На покупку оборудования – средства из федерального бюджета. 6 миллионов. Еще 7 – из областного. Смонтируют технику уже в феврале, говорят педагоги. В Риотове за парты сели бабушки. В городе теперь работает бабушкина академия. Ее открыли при клубе пенсионеров «Бархатная осень». Организаторы решили, для того, чтобы заниматься с внуками, только любви недостаточно. Нужны еще знания основ педагогики и психологии. Их и преподают в академии. Теорию подкрепляют практическими занятиями. Тоже, по словам учениц, очень эффективными. Желающих заниматься уже больше 100 человек. В перспективе мы планируем в этом ракурсе рассматривать различные программы – воспитательные, образовательные, развивающие, которые помогут создать здоровый микроклимат в семье. Согласно прогнозам, днем будет облачно и без осадков. Температура воздуха 6 градусов. Морозок вечера до минус 7. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин